МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире передача Актуальность сегодня. В этом выпуске будем говорить о жизненном пути общенационального лидера азербайджанского народа Гейдария Алиеви. Память об основателе современного азербайджанского государства сегодня чтит каждый азербайджанец. Ведь именно благодаря его мудрой политике страна смогла окончательно и бесповоротно встать на путь построения современного и успешного азербайджанского государства. Гость нашей студии, депутат парламента Азербайджана, отправящий партии ей на Азербайджан Айдемер Заде. Здравствуйте, Айдемер. Добро пожаловать в нашу студию. Здравствуйте. Айдемер, 12 декабря с раннего утра граждане Азербайджана несут цветы к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева, Чтят его память, чтят за все то бесценное, что он сделал для азербайджанского народа и азербайджанского государства. Вы как человек из правящей партии и были, и остаетесь правящей партией, частью ее и правящей партией, которая создавалась общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Я хотел бы узнать ваше мнение по такому вопросу. Что являлось для Гейдара Алиева основным стимулом, что придавало ему сил неустанно работать во благо народа и страны? Я думаю, что на этот вопрос надо посмотреть с другой стороны. Как именно появился Гейдар Алиев в азербайджанском обществе? То есть азербайджанское общество, которое потеряло свою национальную независимость, общество, которое попиралось его права, замалчивалась его история, не ценились его моральные ценности. Общество нуждалось в лидере, который знал бы его проблемы, решал бы эту проблему, организовывал бы это общество и так далее и тому подобное. Конечно, в течение 19-го, 20-го века были неоднократные попытки заявить о себе как народ, как общество. Но думаю, что в лице Гейдара Алиева азербайджанский народ нашел именно своего спасителя, своего лидера. Начиная с работы в органах госбезопасности в середине 20-го века, Гейдар Алиев шаг за шагом возвращал азербайджанскому народу его веры, свою силу, его веры занять свое достойное место в мировом сообществе. И будучи председателем органов безопасности, председателем, руководителем советского Азербайджана, руководителем независимого Азербайджана, для Гейдара Алиева было основное. Основное — это восстановить государственную независимость Азербайджана, это вернуть азербайджанскому народу веру в себя, это дать азербайджанскому народу проявить свое международное сообщество. Проблема и трудности простого азербайджанского гражданина, решение этих проблем было основное для Гейдар Алиева. Он по характеру был лидером, он по характеру был человеком аналитического мышления, он мог предвидеть будущее, решение любую проблему он связывал с историей, с сегодняшним днем, с завтрашними ожиданиями. Его политические технологии всегда заканчивались очень удачно. Думаю, что он брал силу от общества, от народа. Любое начинание он всегда советовался с народом, он часто отчитывался перед народом, он прислушивался к народу, где бы он ни работал. И думаю, что это все давало свой результат. Будучи только зампредседателем ККБ Азербайджана, а потом председателем, он еженедельно организовывал прием граждан, хотя этого его обязанства не входило. Я думаю, что он понимал, что первым долгом надо работать с обществом, знать его настроение. Этот практик оставался его позади деятельности до конца его жизни. Этим он отличался, этим он выделялся из других лидеров. И думаю, что его подход, его практика сегодня применим и для сегодняшней реалии. Адмайм, вы коснулись периода Советского. По поводу Советского Союза в разных странах, в разных местах дается разная оценка. Несомненно, после того, как Советского Союза не стало, Азербайджан стал независимым. И есть это, конечно же, положительный момент. С другой стороны, Гейдар Алиев был во главе Азербайджана не только в независимый период, но и в советский период. И, конечно же, нам повезло в этой связи. Я хотел бы узнать ваше мнение по такому вопросу. Можно ли считать, что именно в тот период тоже, да, мы были в составе Советского Союза, но своей политикой, своей работой Гейдар Алиев все-таки оберегал и защищал Азербайджан для сегодняшних дней? Я полностью с вами согласен. Ну, конечно, никто не мог сказать, что Советский Союз когда-то развалится. Никто не мог предугадать предстоящие независимости союзных республик где-то в конце 90-х годов. Но для Гейдар Алиева было важно в тех ограниченных условиях обеспечить развитие Азербайджана. За годы его правления в Советском Азербайджане жилищный фонд Азербайджан увеличился в два раза. Это большой скачок. В годы его правления в то время в Азербайджане было создано шесть новых высших учебных заведений. Три из них были созданы в регионах. В Азербайджане было создано и действовало 250 новых предприятий. Если в каждом виде работал от 500 до 5000 человек, это говорит о том, что острота проблемы безработицы в Азербайджане было достаточно ослаблено. И с другой стороны, Гейдар Алиев в то время всякими путями старался показать азербайджанскую культуру первым долгом на всесоюзном уровне, а дальше выйти на мировой уровень. И то, что Мышлен Магомаев, Зейнаб Ханларова, Рашид Бехпудов были в то время звездой культуры не только Азербайджана и Советского Союза, в этом, конечно, немалая заслуга Гейдар Алиева. Культурный и образовательный уровень азербайджанского общества, я не говорю только азербайджанского народа, 70-80-х годов прошлого века, вырос в несколько раз. В этом Гейдар Алиев был заинтересован. Что бы ни делало, Гейдар Алиев это делал и для тогошнего времени, и на будущее. И результат, конечно, через несколько десятилетий себя проявлялась положительная сторона. Те молодые люди, которые обучались в высшем учебном заведении Советского Союза 70-х годов, сегодня являются министрами, сегодня являются ректорами университетов, они выдающиеся ученые, руководители ведущих экономических областей и так далее. Значит, военная школа, которая была создана в Азербайджане по инициативе Гейдара Алиева, выпускники этой школы, этого интерната, сегодня являются руководителем вооруженных сил Азербайджана. Одним словом, Гейдар Алиев всегда работал на будущее, он это мог предвидеть. Для него было важно развитие общества, для него было важно учесть интересы простого народа. И народ это ценил, поэтому народ его поддерживал. После 1987 года, когда по провокации руководителя Советского Союза Михаила Горбачева, Гейдара Алиев был удален из руководства в азербайджанском обществе, всегда была очень большая симпатия, поддержка Гейдара Алиеву. И я думаю, что не каждому политическому деятелю это удается создать. Адмирам, те качества, о которых вы говорите, качества, которые присущи общенациональному лидеру Гейдара Алиеву, обуславливают, что такой человек, несомненно, должен был быть еще и смелым человеком. И мы помним его реакцию, по крайней мере, вы лучше меня наверняка это помните, на события 20 января, когда в Баку, в мирный город, были введены советские войска. И он выступил с заявлением довольно критичным в Москве. Как вы помните те дни, какой была реакция на это заявление в самом Азербайджане? Ну, к сожалению, в то время информационная площадка не так же была широк. И порой приходилось довольствоваться услышанным на улице. Но в Азербайджане каждый знал, что Гейдар Алиев пришел на постоянное представительство в Москве, в Азербайджану, выступил с резкой критикой советского руководства, поддержал Азербайджан, осудил военные действия, которые произошли в Баку, и потребовал вывода войск и обеспечения правопорядка в Азербайджане. Это, конечно, был очень смелый шаг. Очень смелый шаг. Не каждый на это пошел бы. Советский Союз еще был на ногах. Органы госбезопасности и правоохранительные органы еще достаточно были сильны. Гейдар Алиев мог ожидать и арест, и, как говорится, суд на нем. Но для него было важно быть рядом с народом в трудной дне. Это был не последний такой шаг. Он был с народом, когда произошел Ходжалинская трагедия. Именно по инициативе Гейдар Алиева в Верховном Меджлисе Нахычеванской авторной республики был принят постановление, осуждающий организаторов Ходжалинской трагедии. Думаю, что политическая смелость была присуща Гейдар Алиеву всегда. И в советское время, и позже, будучи уже руководителем независимого Азербайджана, Гейдар Алиева порой приходилось действовать и оперативно, и очень смело. Это давало результат. Думаю, что для исторических личностей именно такие черты делают и сильным. Именно такие черты завоевывают уважение всего общества. Народ любил его за это. Народ любил его за простоту. За то, что он всегда считал себя одним из народа. и старался для народа. Это было видно. Гейдар Алиев, что бы ни делал, делал открыто, делал для народа. И всегда он отчитывался перед народом. Очень важный момент. И думаю, что его подход, его философия, его политтехнология это то богатство, к которому надо обращаться не только в время, но всегда. Там всегда можно найти ответ на злободневные проблемы или же трудности, которые надо решать. Несомненно, сегодня, когда мы видим те достижения, успех Азербайджана, достигнутые страной в различных сферах, мы еще раз убеждаемся в том, насколько было важно, что в 1993 году он вернулся к власти в Азербайджане. Я хотел бы узнать ваше мнение, что тогда обусловило его возвращение во власть в Азербайджане. Во-первых, азербайджанское общество хорошо понимало, что только Гейдар Алиев может решить те острые проблемы, которые стоят перед Азербайджаном. Вопрос возвращения Гейдар Алиева в большую политику, это был вопрос времени. Общество этого требовало, общество на этом настаивало. Да и руководство, тогдашнее руководство, понимало, что без Гейдар Алиева трудно. Даже и тогда, и позже, тогдашний руководитель Азербайджана Абфея Звильчевани однократно советовался с Гейдар Алиевым, просил его помощи и так далее. Но июнь 93-го года это был, я сказал бы, очень чуткий момент. Азербайджан был в шаге от потери своей государственной независимости. Азербайджан был в шаге от гражданской войны, которая мог бы продлиться десятилетиями. Сегодняшнее событие в Арабском Востоке показывает, что этот же сценарий мог бы с успехом быть применен для Азербайджана. Но то, что в руководство Азербайджана пришел Гейдар Алиев, который пользовался поддержкой народа, который знал ответы на возникшие вопросы, был единственный правильный вариант. Не будь Гейдар Алиева, не будь 15 июня 93-го года, я думаю, сегодня Азербайджан был бы или формальным государством, которых в мире сейчас немало, или же Азербайджан давным-давно потерял бы свою государственную независимость и пришлось бы ждать еще 200 лет, чтобы в какой-то удачный исторический момент нам бы восстановить нашу независимость. Но фактор Гейдар Алиева, все эти нежелательные варианты, отметил с первого шага. Азербайджан с Гейдар Алиевым начал новую страницу свою историю. Начиная с июня 93-го года, шаг за шагом были решены вопросы, Азербайджан пошел к пути на построение демократического правового государства, построение гражданского общества, поддержки предпринимателя. И думаю, что сегодняшний реалий Азербайджана очень хороший ответ на те вопросы, сомнения, которые возникали в 93-м году. Несомненно, Гейдар Алиев был не просто политиком, которому удалось в определенный исторический промежуток времени завоевать симпатии большинства. Это был человек, который принимал решения не на годы, а на десятилетия вперед. Какие из его решений, которые он принял в прошлом во главе Азербайджана, сегодня мы видим, реально воплощаются в жизнь или помогают нам быть еще более успешными? В частности, например, в экономике. Я думаю, что все его шаги были нацелены на будущее. Будет это вопрос обеспечения стабильности, предотвращения гражданской войны. Будет это вопрос построения демократического правового государства и изучать опыт демократического государства, мира построения нового государства. Но все это, в конце концов, должен быть также подтвержден в экономической сфере. Гейдар Алиев начиная с 90-х годов уже работал над этим вопросом. И результаты налицо. Подписание договора века о поставке азербайджанской нефти... Контракт века. Да, контракт века о поставке азербайджанской нефти в мировой рынок. Это был исторический шаг. И сегодня, благодаря этому, Азербайджан является активным игроком нефтяном рынке. Обеспечение, поддержка предпринимательства с Азербайджаном. Начиная с 1994 года была проведена очень широкая приватизация. И благодаря этому сегодня в Азербайджане 80% экономики находится в частном секторе. И это, с одной стороны, обеспечивает развитие Азербайджана, и, с другой стороны, дает возможность выход азербайджанской продукции как нефтяного, как и нефтяного сектора на мировой рынок. Развитие азербайджанской экономики, выход азербайджанской продукции на мировой рынок постоянно находится под контролем азербайджанского правительства. Думаю, что гидролевский подход к решению экономических вопросов, привязывание азербайджанской экономики к мировой экономике, интеграция мировой экономики, это были те правильные шаги, которые были предприняты в 90-х годах, в начале 2000-х годов, и которые сегодня очень успешно решаются под руководством нынешнего президента господина Аль-Хамалеева. Адмам, общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев, он обладал не только большим опытом в вопросах построения экономической жизни страны, но у него был еще и колоссальный опыт в вопросах внешней политики, он особо их проявил, когда работал в Москве на руководящей должности в Советском Союзе. И я хотел бы узнать ваше мнение, как это все сыграло в судьбе азербайджанского государства, когда он возглавил страну, а страна была молодой. Как это все повлияло на авторитет и становление Азербайджана на международном уровне? Вы затронули очень важный вопрос. Дело в том, что молодому государству, который очень слаб в экономике, которому подтвержден агрессии со стороны соседнего государства, пока у него нет системы союзников в мировом сообществе, очень трудно ввести активную, отвечающую его национальным интересам, внешнюю политику. В 90-х годах внешняя политика Азербайджана основывалась именно в личном авторитете, том уважении, которое он завоевал в мировом сообществе. Но со временем становление азербайджанского государства показало положительный результат и в этой области. Сегодня Азербайджан имеет за границей около 70 посольств и постоянных представителей в разных регионах мира. Сегодня Азербайджан член многих международных авторитетных организаций. Сегодня без Азербайджана не решается ни один вопрос не только региона, а порой даже мирового сообщества. Азербайджан желанный гость во многих международных организациях. Избрание Азербайджана в 2011 году голосами 155 стран-членов ООН, непостоянным членом Совета Безопасности ООН говорил о том авторитете, который Азербайджан завоевал к тому времени. Сегодня Баку стал одним из центров мировой политики. Сегодня в Баку проходит очередная встреча между начальником генерального штаба российских вооруженных сил и главнокомандующих вооруженных силами НАТО. Это говорит о том, что Азербайджан пользуется авторитетом разных политических центров мира. Не только как государство, но и как место, где есть стабильность, есть безопасность. Через Азербайджан можно решить очень много вопросов. Одним словом, Гейдералевский подход к решению многих вопросов показал себя и в вопросе обеспечения активной внешней политики сегодняшнего современного Азербайджана. Достижения страны при Гейдералеве, общенациональном лидере азербайджанского народа, несомненно, очень важны. Также важно было все это сохранить и приумножить. Народ Азербайджана возложил эту миссию на нынешнего президента Ильхам Алиева. Я хотел бы узнать ваше мнение, чем обусловлен этот период, когда страной правит президент Ильхам Алиев и благодаря каким качествам ему удалось и продолжить дело великого лидера и приумножить достижения Азербайджана. Во-первых, надо иметь в виду, что господин президент долгое время работал под руководством общенационального лидера. И опыт, приобретенный работой под его руководством, конечно, сказывался в его деятельности. С другой стороны, личные качества господина президента дали возможность именно на нем остановиться, как на последующем руководителе Азербайджана. Господин президент всегда заявляет, что он продолжает политический курс общенационального лидера Гейдара Алиева. Господин президент, как и общенациональный лидер, подвержен идее увеличения авторитета Азербайджана, решения проблем, стоящих перед Азербайджаном, решения социальных проблем как и всего общества, и так конкретного азербайджанца, и с другой стороны, господин президент, поддерживая хорошие отношения, почти со всеми странами завоевал их личное уважение. И это, конечно, дает Азербайджану вести независимую внешнюю политику. Его умение работать с командой, организовывать команду, его умение предвидеть проблемы и вести соответствующую политику, дает очень положительные результаты. И сравнивая 2003 год к годам только начало работы господина президента с нынешним, можно сказать, что его приверженность политическому курсу Гейдар Алиева, его опыт работы, набранная под руководством Гейдара Алиева, очень положительно сказалось на его последующей деятельности. Сегодняшний Азербайджан, я думаю, что это был мечтой Гейдара Алиева, которую он хотел видеть. Ну что ж, большое спасибо, Айду Мелем, что пришли нам в студию, дали интересный ответ. Спасибо. Напоминая о жизненном пути общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, мы говорили в рамках передачи «Актуальность сегодня» с депутатом парламента Азербайджана, отправящей партии Елена Азербайджан Айдена Нерзады. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова